МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное, за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шары. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красные гвоздики и свечи памяти. В Самаре на Некрасовском спуске 22 июня, в день начала войны, возложили цветы к памятнику соловецким юнгам. Знойная погода вытесняет дожди и северные ветры. Как не навредить здоровью под лучами палящего солнца и почему нужно внимательно относиться к режиму питания в летний период? Глава города Елена Лапушкина продолжает встречи с жителями Самары в рамках партийного проекта «Мой дом». Одна из них прошла в Красноглинском районе. Но перед этим Елена Лапушкина осмотрела улицы и дворы района. Детский оздоровительный лагерь «Салют» проехала по адресам, откуда поступали жалобы. О чем просят и за что благодарят самарцы, расскажет Ольга Павлова. По просьбе жителей Красноглинского района Елена Лапушкина осмотрела территорию у Дома культуры «Искра». Когда-то он был настоящим дворцом. Паркетные полы, мраморные колонны, барельефы на фасаде. В дни проведения праздников в ДК играл духовой оркестр и музыка была слышна по всему поселку. Сейчас «Искра» нуждается в реконструкции. На настоящий момент разрабатываем дизайн-проект, потом с этим зайдем уже на строительный проект и после этого будем решать вопрос о начале строительно-монтажных работ. Немало вопросов от жителей города, в том числе и через социальные сети, поступило по поводу состояния тротуара по улице Сергея Лозо. Самарцы отметили, что пешеходные дорожки нуждаются в обновлении. Конечно, есть серьезные просадки, есть вопросы с коммуникациями, с колодцами. И решили, что в этом году, там, где особенно вопиющие провалы, конечно, это все восстановим и сделано. Кроме того, мы уже в середине июля заходим на ремонт уличной дорожности самой улицы Сергея Лозо. Осмотрел глава города и территорию ЗАГСа по адресу Сергея Лозо, 13. В данный момент внутри здания и на прилегающей к нему территории ведется ремонт. Рабочие обновляют фасад и укладывают тротуарную плитку. В будущем здесь появятся благоустроенные сквес с фонарями, лавочками и аркой для фотосессий. Особой локацией стала вертолетная площадка, которая в прошлом году открылась после реконструкции. Конечно, есть небольшие замечания по локациям, где у нас особо такая большая проходимость, где много детей. Есть газоны, которые немного пострадают. Но мы примем решение, возможно, мы заменим покрытие. Ну, а все остальное, вы видите, прекрасно все в цвету, все красиво. Обсуждение наболевших вопросов продолжилось в администрации Красноглинского района, где глава города провела встречу с жителями. Самарцы затронули темы капитального ремонта домов, спила аварийных деревьев, ремонта ливневой канализации, а также обновления дорог и доступности транспорта. Первый маршрут будет у нас плохо. Иногда интервал 40-50 минут, люди ждут. Основная проблема транспорта в этих удаленных районах даже не то, что не хватает автобусов, а то, что они сами по себе очень протяженные. И они в обязательном порядке. Где-то встают в пробки, где-то стоят на светофорах. Очень надеемся, что решим вопрос все-таки по пересадочным талонам, когда человек с одним билетом может ездить дальше. Вся нормативка у нас уже есть. Жители Красноглинского района задали главе Самары более двух десятков вопросов. Городские власти взяли их на контроль. Также в администрации провели семинар с активом Советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Напомним, региональный проект помогает жителям в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Он создан по инициативе губернатора и секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Поэтому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более двухсот таких встреч. В них приняли участие порядка семи тысяч активистов. До этого времени чаще всего собственниками и управленцами в домах были управляющие компании. Когда мы с вами не могли с ними выстроить общий язык, мы не понимали, куда уходят у нас деньги с многоквартирного дома, и какие мы деньги платим, что с ними происходит, было неизвестно. Современная и удобная платформа ГИС ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. Через эту систему собственники могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями и органами власти различных уровней. Вести и проверять показания приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также отслеживать их стоимость. Проверить наличие лицензии управляющей организации, узнать график капитального ремонта по дому. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих организаций, которым жители Красноглинского района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. У горожан должны быть понятные инструменты для диалога с органами власти, чтобы они знали, куда и с какой проблемой обращаться, и влияли на развитие своего дома, города, страны. Об этом говорили в Самарском исследовательском университете с участием главы города Елены Лапушкиной. Там прошла четвертая стратегическая сессия. Подробности в нашем сюжете. Устойчивое развитие, качество жизни, пространственное развитие города. В Самаре проходят стратегические сессии по актуализации и корректировке стратегии комплексного развития Самары до 2025 года. Они учитывают внешние факторы, изменившиеся законодательства. Сейчас идет проектный этап. Осенью участники сессии должны подготовить документ, с которым выйдут на стратегический совет, после чего представят обновленную стратегию развития города в Городскую думу. Площадкой для встреч служит Самарский исследовательский университет. Сегодня у нас очередная сессия, стратегическая уже четвертая, получается, в этом году. И она будет, соответственно, направлена на работу местного самоуправления и гражданского общества. Понятно, что без взаимодействия одного с другим построить, сформировать стратегию крупной такой вот единицы, как городской округ Самары, просто невозможно. Потому что ученые, эксперты могут написать какую-то идеальную стратегию, но потом жители просто ее и администрация города просто не будет реализовываться. Это будет, по сути, мертворожденный такой документ. Он просто ляжет на пол. Наша же задача создать такую стратегию, принять такой документ, который, наоборот, будет жить, и все жители будут стремиться, будут хотеть то, что написано в этом документе. В рамках стратегических сессий был разработан сайт «Самары-2025», на платформе которого проводилось анкетирование жителей. Система обратной связи очень важна. Правильно выстроенный диалог позволяет городским властям понять, чего хотят жители, услышать конкретные пожелания и предложения. Сегодняшняя сессия была посвящена работе органов местного самоуправления, которая должна быть направлена на постоянный диалог с жителями. Мы готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы, в прямом открытом диалоге. Мы готовы идти на компромисс, доходчиво объяснять нашим с вами жителям, почему принимается то или иное решение. И оперативно выявлять самые болевые точки, мониторить социально-экономическую ситуацию, информировать о событиях в городе, деятельности городской администрации. И, конечно, нам крайне важно получать обратную связь и оценку нашей с вами деятельности. Сейчас отслеживать настроения жителей позволяют Центр управления регионом, Муниципальный центр управления, инцидент менеджмент и платформа госуслуги «Решаем вместе». Действительно, сессия, в которой мы сегодня участвуем, для нас она очень важна. Это возможность пересмотреть те цели и задачи, которые были в предыдущей стратегии, в связи с тем, что поменялась во многом нормативная база. В нашу жизнь пришли новые инструменты взаимодействия с населением. Поэтому это возможность еще раз проанализировать то, чем мы занимаемся и вывести наш диалог с населением на новый уровень. В настоящее время существует два вида обратной связи с населением. Первый – это платформа обратной связи, то есть приложение госуслуги «Решаем вместе», которое можно скачать в своем мобильном телефоне и любую проблему обозначить. Органы власти быстро среагируют. Следующая часть обратной связи, большой блок обратной связи – это система инцидент менеджмент. То, что, грубо говоря, цепляется из соцсетей, из ВКонтакте и других соцсетей, Телеграм в том числе, сейчас подключился активно. Любые комментарии, которые попадают под посты органов власти, муниципалитетов, первых лиц, они берутся в работу и по ним в кратчайшие сроки должны тоже дать ответы. Развитие местного самоуправления – это устойчивый вектор развития города. Укрепление в жителях степени осознания себя как гражданина своей страны – это вопрос влияния на настоящее и будущее своего дома, района и города, готовности лично содействовать его процветанию. Виктория Шары, Григорий Плешаков, События. В Самаре начали приводить в порядок улицу Авроры на участке от аэродромной до промышленности. Подрядчик будет ремонтировать дорогу методом больших карт на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты занимаются фрезерованием проезжей части. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Более 37 тысяч квадратных метров проезжей части предстоит привести в порядок специалистам, которые приступили к ремонту участка от аэродромной до промышленности на улице Авроры. Эта дорога является одной из важнейших транспортных артерий мегаполиса. По ней водители попадают на южное шоссе, к торговым центрам, дачным массивам и в один из крупнейших жилых микрорайонов. Сейчас специалисты занимаются фрезерованием магистрали по всей ширине проезжей части. Они работают преимущественно ночью, чтобы не создавать пробки в часы пик и минимизировать возможные неудобства для автомобилистов. Движение при этом полностью не перекрывается. Общественный и личный транспорт следует по свободным полосам. Работы планируется выполнить чебеночно-мастичной асфальтобетонной смесью «ШМА-16» на полимерно-бетонном вяжище. Работы предварительно выполняются работы по фрезерованию старого изношенного асфальтобетонного покрытия. Будет убираться кромка вдоль борта, скрываться. Будут переустанавливаться колодцы люка в уровень. И потом только начнут укладки асфальта. Из-за обильных осадков этим летом подрядчик в первую очередь ориентируется на погоду. Ведь в дождь выполнять ремонт проезжей части нельзя. Согласно графику, который составили специалисты, с фрезерованием планируется справиться к концу рабочей недели за четыре ночных смены. По состоянию на утро 21 июня 8360 квадратных метров изношенного дорожного полотна уже удалили. Подготовительные работы продолжаются, после чего дадут старт укладки нового дорожного полотна. Задействовано несколько бригад. Обновление участка от аэродромной до промышленности подрядчик намерен завершить до конца июня, если не помешает погодный фактор. За соблюдением сроков следят, но основной приоритет – качество ремонта. С этим согласны и водители, которые ждали этого события почти 10 лет. С учетом обращений горожан и технического состояния проезжей части, на которой появилась колейность и другие дефекты покрытия, было принято решение включить улицу Авроры в перечень объектов ремонта в текущем году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Хорошо, что начали ремонтировать улицу Аврора. Она уже давно пришла не в годность. И ждем с терпением, когда ее закончат. Как со стороны заказчика и МБУ дорожное хозяйство, так и со стороны общественности контроль будут вести на всех этапах. В том числе он касается качества применяемых материалов, которые в обязательном порядке подтверждаются в лабораторных условиях. Параллельно с ремонтом улицы Авроры в Самаре приводят в порядок проезжую часть на Гагарина. Как только подрядчик справится с задачей на соседнем объекте, специалисты придут на подмогу своим коллегам, чтобы усилить работу на участке от аэродромной до промышленности. К настоящему времени в Самаре силами двух генподрядчиков ремонт в рамках дорожного нацпроекта завершен на 14 объектах общей протяженностью почти 22 километра. Работами охвачены 5 объектов, участки почти в 14 километров. Андрей Горгуленко, Анатолий Головко, Николай Пифанов. События. Нашли спустя почти 80 лет. В канун начала Великой Отечественной войны на кладбище поселка Мехзавод похоронили пропавшего без вести в 1941 году красноармейца. Поисковый отряд обнаружил его останки на оборонительном рубеже переправы через Днепр. Родственники искали его все это время. На церемонии прощания побывал Сергей Кизоркин. Оружейный салют, почетный караул, поисковый отряд и родственники пропавшего без вести в 1941 году красноармейца. Останки пехотинца Владимира Ермошенкова нашли в конце апреля, а в начале мая сообщили родственникам. Внуки Владимир и Сергей побывали на месте, где смертью храбрых пал их дед. Вспоминают, бабушка до последнего ждала мужа с войны. И вот дождалась. Его похоронили рядом с ней и всеми их детьми. Нам было назначено в Смоленске. Мы приехали туда 11 числа. Нас сводили на место гибели и показали все, как там, что там происходило. Конечно, там было это все ужасно, очень ужасно. Там нет ни одного сантиметра, чтобы где-нибудь что-нибудь лежало, какого-нибудь металла, осколков или еще что-нибудь. Я не знаю, как они там выживали. Владимир Ермошенков ушел на фронт Великой Отечественной войны из бывшего Новобуянского района. Дома в родной деревне остались жена и трое детей. Последний бой рядовой Ермошенков принял, обороняя переправу через Днепр в районе села Соловьева. Тогда ему не помог даже опыт участия в Советско-финской войне. Историки и археологи уверяют, остаться в живых на этом рубеже было практически невозможно. Тогда погибло около 100 тысяч красноармейцев. Задача у них была архиважная – обеспечить отход двух армий и беженцев. Мало того, что найти бойца, еще самое главное – попытаться узнать, кто это был боец. Найти сам медальон – это раз. И самое главное, еще удалось прочитать быстро вкладыш с медальона, потому что вкладыш в верхней части сохранился достаточно хорошо. И химическим карандашом во вкладыше солдатской медальоны четко было читаемо, что это Куйбышевская область, Новобуянский район, ныне Елховский. Ермошенков там окончание не очень читалось, но Владимир Иванович читался достаточно хорошо. В этом году это уже второе захоронение пропавшего без вести в Великой Отечественной войне красноармейца Куйбышевской, а ныне Самарской области. В прошлом таких было шестеро. А всего на полях сражений нашли порядка 18 тысяч солдат и офицеров Красной армии. 90% – это неизвестные солдаты. При них не были найдены документы. Все ветераны уходят в последний путь за счет государства. Затем за могилами ухаживают местные администрации, так как захоронения получают статус воинских мемориалов. Их можно найти на любом городском кладбище. Это захоронение паспортизировано, поставлено на учет. Содержание этого захоронения в соответствии с законом за счет органов местного самоправления также в 2023 году планировано установку здесь памятника. Это будет все согласовываться в любом случае с родственниками, но в соответствии с законом об увековечении памяти. Неизвестных солдат тоже хоронят с почестями в братских могилах. Мемориалы, так называемые поля памяти, регулярно пополняются захоронениями несколько раз в год. В памятные даты – в День Победы, в канун начала Великой Отечественной войны и осенью – после очередного поискового сезона. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Красные гвоздики и свечи памяти. В Самаре на Некрасовском спуске 22 июня, в день начала войны, возложили цветы к памятнику словецким юнгам. Юным защитникам Родины было не более 15 лет. Около 700 из них уехали учиться в школу юнг с речного вокзала Куйбышева. Подробности в нашем сюжете. Школа юнг была создана на Соловецких островах на Белом море в 1942 году. Флот Советского Союза остро нуждался в квалифицированных специалистах, боцманах, рулевых, радистах, мотористах, торпедных и артиллерийских электриках. Широкого оповещения наборе в школу не давалось. Опасались излишнего энтузиазма среди юношей и самовольных побегов на флот. Ведь многие подростки были нужны в тылу, работали на заводах. Набор производился по специальной разнарядке. Брали юношей 14-15 лет, имевших 6-7 классов образования. В основном сирот и беспризорников, чьи родители погибли на войне. Проучившись год в школе юнг, они отправлялись на фронт. С речного вокзала Куйбышева за три года набора в школу уехало более 700 мальчишек. Мы сейчас чтим память и тех ребят, которые, несмотря на свою юность, были готовы жертвовать своей жизнью. И они являются сейчас примером для подрастающего поколения. Мне кажется, именно сейчас, в 22-м году, как никогда важно нашим детям донести, как важно жить под мирным небом, но и как важно уметь встать на защиту своей родины, если она находится в опасности. Поэтому пример словецких юнг, мне кажется, будет жить вечно. Всего с 42-го по 45-е годы в школе юнг было подготовлено более 4 тысяч специалистов – радисты, мотористы торпедных катеров, электрики надводных кораблей, ботсманы надводных кораблей, торпедные электрики. На действующем флоте выпускники школы юнг ценились и даже проводили занятия со взрослыми матросами, которые воевали, но не имели образования. Областные, городские власти, депутаты, общественники, участники военных объединений зажгли свечи памяти и возложили цветы к памятнику соловецким юнгам. Конечно, надо помнить, потому что самое страшное – это потеря человеческой жизни. Война, она сама подразумевает это. Поэтому существуют вооруженные силы стоять на страже мира для того, чтобы не было войны. Старая истина – если хочешь жить в мире, готовься к войне. Всегда надо быть при оружии с тем, чтобы по возможности не допустить кровопролития. Я считаю, важно вспоминать любую дату, связанную с военными действиями, потому что это память, это честь ветеранов. Люди отдавали жизни за нас, за наше светлое будущее. Сейчас тоже у нас установка не самая, скажем так, доброжелательная. Поэтому, конечно, нужно формировать дух граждан, особенно молодежи. Поэтому, конечно, такие даты знаменательные, они всегда важны. Многие выпускники школы славецких юнг были отмечены боевыми наградами. Некоторые за проявленный героизм получили ордена Красного Знамени и Красной Звезды. После холодной весны лето потихоньку начинает вступать в свои права. Знойная погода вытесняет дожди и северные ветры. Жители и гости Самары уже соскучились по отдыху в городских скверах, парках и на набережной. Сейчас у них есть прекрасная возможность провести время на открытом воздухе и насладиться теплыми деньками. Как не навредить здоровью под лучами палящего солнца и почему нужно внимательно относиться к режиму питания в летний период, расскажет Анатолий Головко. Как не навредить организму и получить пользу от летнего солнца? Самарцы дождались хорошей погоды после промозглой весны и пытаются выжить максимум из июня, который не радовал жителей и гостей мегаполиса на протяжении нескольких недель. На смену дождям и холодному ветру пришли теплый волжский бриз и чистое голубое небо. Ртуть в столбиках термометров дошла до своей привычной отметки. Местные жители радуются, но медики имеют на этот счет свою точку зрения, ведь в группе риска огромное количество людей. По мнению врачей, в первую очередь знойная погода опасна для пациентов с заболеванием. Врачи рекомендуют пациентам соблюдать гидробаланс, то есть пить больше жидкости, которая уходит из организма через пот. Лучше всего использовать лечебные минеральные воды, содержащие в своем составе соль. Здесь также на помощь придут несладкие компоты и морсы на основе натуральных фруктов и ягод. Кроме того, всем без исключения врачи рекомендуют следить за своим пищевым поведением. Тоже мороженое, но достаточно высококалорийное. И хотя мы пытаемся вроде бы себя охладить, на самом деле это не приносит большой пользы, а только увеличивается основной обмен. Рекомендуется есть достаточно простую пищу, овощи, фрукты, окрошку, всеми любимую, овощные супы. Это оптимальное питание. В жару людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо советоваться с медицинскими работниками. При повышении артериального давления и учащении частоты сердечных сокращений нужно увеличивать дозировку принимаемых препаратов. Скорректировать базовую терапию может только доктор, поэтому заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. А вот те, у кого нет проблем со здоровьем, не спешат активно сопротивляться жаре. Самарцы соскучились по лету и наслаждаются каждым мгновением. Борьбы никакой нет, наоборот, надо радоваться, что жара. А так, питье, закаливание. Это город-курорт, залога, самарская лука. Кататься по утрам, ну, немножко перекраиваешь расписание, встаешь пораньше, катаешься. Ну, по-моему, я не сопротивляюсь вообще этому. Это же хорошо, тем более, что такая холодная весна. Самарцам, которые все же борются с жарой, советуют с осторожностью использовать современные сплит-системы. Ведь кондиционер способен отправить человека на больничную койку как минимум на неделю. Рекомендуется выстроить правильную температуру, то есть не более, не менее 22 градуса, то есть это 23-22 градуса, вот, и не находиться постоянно. То есть охладили комнату, выключили, охладили комнату, выключили, и под прямым воздухом, конечно, не сидеть. И напоследок для тех, кто планирует активно провести купальный сезон на водоемах Самары и других населенных пунктов нашего региона. Врачи не рекомендуют проводить в воде слишком много времени. Лучше чередовать прием солнечных ванн и забавы на воде. Берегите себя и будьте здоровы. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Единство души и тела. Самарские любители йоги отметили Международный день этого учения. Он был учрежден на Ассамблее ООН в 2014 году. С тех пор по всему миру адепты этого учения выполняют единый комплекс упражнений, чтобы отдать дань памяти одной из самых древних традиций Индии. Зарядилась энергия солнца и наша съемочная группа. Плавная музыка и неспешные движения, которые вызывают умиротворенность и гармоничность. Это помогает любителям йоги зарядиться энергией, почувствовать свое тело и отметить Международный праздник этого учения, которое распространилось по всему миру. В этот день в каждом уголке земли выполняют единый комплекс упражнений, который был разработан правительством Индии. Он максимально простой, он может сделать абсолютно каждый. И происходит такое единение, и люди тем самым отдают дань этому наследию древней традиции Индии, которая позволяет обеспечивать комплексный подход к здоровью, благополучию человека, что в общем-то является йогой. Фестиваль йоги в Самаре проходил несколько дней. Сначала тренеры проводили открытые уроки на нескольких городских площадках на свежем воздухе, а затем собрались в индийском культурном центре. Здесь к самарским любителям йоги присоединился и второй секретарь посольства Индии в России Харвир Сингх, который отметил, что Самара – прекрасный город для того, чтобы почувствовать гармонию и единение с природой. Когда мы собираемся в одном месте, это сделает обмен на энергию. И здесь так много людей, и я уже чувствую, что какие-то позитивные энергии здесь есть. Вы здесь, мы все здесь. И просто обменяем энергию. Йога, конечно, помогает нам, делает это быстро и лучше. Все участники встречи могли принять участие в розыгрыше полезных подарков от посольства Индии. Но главный итог занятия – это получение заряда энергии, которого хватит до следующего Международного дня йоги. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Однокласснике и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин